добрый вечер здравствуйте масло скорее всего пока еще не закончил народ ждем чуть-чуть буквально подождем пару минут и тогда начнем спасибо 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 и так начинаем да еще раз добрый вечер и начинаем я думаю остальные те кто захочет и подойдут добрый вечер до огния сегодня мы поговорим об upline как этим инструментом пользоваться и первое что я бы хотел поговорить о чем хотел бы поговорить это где находится upline upline находится у вас в кабинете можете найти по баннеру кликнув на баннер на главной страничке то есть который постоянно перелистывается следующая возможность найти нажать на ссылку партнером это в левом верхнем углу партнером и увидите здесь upline и нажать на upline и можете войти в кабинет следующее кому можно использовать upline те кто еще не успел воспользоваться trial периодом есть так называемый trial период временной дыма для использования 30 30 дней для использования кабинета то есть ознакомиться с кабинетом и попробовать его возможности те кто уже успел это сделать но не пользовался но запустили trial период тогда для тех нет уже возможности воспользоваться trial периодом и так еще раз тут народ подходит еще раз повторю upline можно найти по ссылке партнером в правом верхнем углу upline либо щелкнуть по баннеру который постоянно меняется и после того как мы щелкнули мы попадаем в кабинет вот а сегодня я бы их коротко хотел поговорить для чего создан upline это короткое введение которое я всегда начинаю чтобы было большее понимание для чего был создан upline чтобы раскрыть все весь потенциал upline первое я хочу затронуть это сетевой маркетинг то есть upline создан для сетевого маркетинга и в сетевом маркетинге существует так называемая воронка продаж или статистика продаж она выглядит следующим образом это 10 7 4 2 здесь я буквально коротко расскажу что это значит то есть из десяти контактов которые вам скажут что при обзванивании вам скажут что они придут они вам обещают что они придут 7 из них реально придут и выслушают вас прослушают 4 реально до конца дослушать внимательно и только два человека у вас купит из этого можно сделать один очень важный вывод то есть чем больше человек вы проработаете то есть из своего списка знакомых тем большее количество человек у вас купят то есть то что вы предлагаете у вас купят это так называемая воронка продаж и многие новички сделают большую ошибку что они делят список на тех потенциальных тех кто купит то есть они концентрируются только на этой цифре на двойке и ищут этих двух которые купят то есть ищут потенциальных клиентов вместо того чтобы концентрироваться на тех которых нужно обработать то есть фокусировка правильная фокусировка это фокусировка на списке знакомых то есть у нас сетевой маркетинг это список наших знакомых друзей и тогда эти два человека по воронке продаж по статистике они образуются сами то есть правильная концентрация это на десять человек то есть обрабатывать свой список знакомых вот для этого и был создан оплайн чтобы за минимальное количество времени проработать свой список знакомых давайте плавно разберем как вот как делают 90 процентов новичков это вот сравните быстренько этот классический подход и использование оплайн здесь я беру я не против классического подхода наоборот я за классический подход плюс дополнительное использование оплайн вот при при классическом подходе у каждого человека где-то ну 200 контактов это как минимум то есть в среднем это у кого-то 500 у кого-то 1000 в среднем это все равно 2 порядка 200 контактов ну и новички прорабатывают из них всего хорошо если будет это 15 с помощью оплайн можно все эти контакты поработать и у каждого это конверсия будет определенная своя здесь я цифры не буду объяснять это можно будет посмотреть другие мои видео где подробно объясняю эти видео можно будет остановиться на паузе посмотреть и прослушать здесь вывод такой что если новичок использует только классику вместе со спонсором то тогда его то есть он обрабатывает потенциальных 15-20 человек и получает конверсию 20 процентов и все и и новичок сдается он говорит у него контактов больше нету на самом деле у него есть контакты это 200 контактов то есть это фокусировка на контактах то что вот помните я раньше писал воронку продажи или формулу продажи статистику вот а с помощью оплайн мы прорабатываем все эти контакты то есть неважно и прорабатываем полностью все эти контакты то есть фокусировка не на потенциальных покупателей а фокусировка на список контактов наш список контактов итак как же работать с оплайн первое это проходим тренинг то есть проходим обучение как использовать оплайн следующее мы вбиваем контакты я сейчас коротко пройдусь по списку и далее мы будем идти отдельно пошагово по каждому шагу поподробнее вбиваем импортируем контакты сейчас пока ручками вписываем пока такая а дальше будет импортация импортация с гугла импортация с фейсбука импортация с телефона то есть этот инструмент сейчас дорабатывается чтобы максимально автоматизировать и упростить вашу работу следующее это мы обзваниваем то есть после того как мы импортировали нашего потенциального клиента мы ему звоним предупреждаем что мы ему отправим презентацию и следующее мы отправляем уже в аплайне на площадке мы отправляем презентацию и после отправки презентации максимум через два дня то есть до двух дней повторный контакт встреча завершение сделки здесь повторный контакт обязательно рекомендация это это личная встреча и следующее это дубликация дубликация то есть это обучение нижней стоящей линии как вы работаете то есть работа по технологии то что делаете вы также будет делать нижней стоящая линия ваши дистрибьюторы итак пойдем по шагам вбиваем импортируем контакты пойдем на площадку заходим на свои площадки я уже показал что можно будет зайти в левом в вашем кабинете в левом в верхнем углу и нажать партнером и аплайн либо по баннеру который постоянно перелистывается на главной страничке заходим в кабинет слева у нас меню можете видеть и нажимаем на бизнес менеджер выпадает такая менюшка то есть две ссылочки это контакты и команда первое что нужно сделать это команду то есть вписать своих дистрибьюторов ниже стоящих и спонсоров выше стоящих нажимаем на команду и загружается страничка на которой вы сможете в поиске написать имейл сюда и нажатием на поиск найти своего спонсора и ниже стоящих людей в аплайне в аплайне для того чтобы полностью видеть обзор своей работы своей команды то есть как работает команда далее что вы делаете следующий шаг это это на мы нажимаем на контакты слева загружается страничка с контактами в данный момент пока забиваем то есть вносим контакты вручную далее это будет импортация контактов и после того как импорт контактов сделаете далее нужно все равно добавлять людей то есть все равно нужно знать как добавлять контакты добавление контактов это в правом верхнем углу зеленая кнопочка добавить новый контакт то есть это мы заносим потенциальных наших клиентов с кем мы будем общаться то есть мы нажимаем добавить контакт в поля для заполнения и мы заносим имя фамилию каждое окошко язык общения это над которыми на том языке будет приходить презентация то есть пока есть возможность английского и русского переводы на другие языки будут и на других языках выбираем языки вносим имейл и вписываем телефон для того чтобы загружать сразу несколько контактов то есть если мы например вбили один контакт и нажимаем сохранить то есть страница перезагружается это занимает какое-то время для того чтобы загрузить сразу несколько контактов описанных нажимаем несколько раз добавить еще контакт это вот по центру кнопочка и тогда можно гораздо быстрее вписать имя фамилию вписываем имейл язык общения обязательно выбираем и телефон и единоразового то есть и один раз тогда уже весь список нажимаем на кнопку сохранить и тогда у вас сохраняется сразу весь список так до этого момента все ли понятно давайте если есть вопросики задайте до этого момента все ли понятно как добавлять контакты попробуйте получается ли у вас если есть вопросы сразу пишите я буду следить и в мере возможности отвечать то есть там есть такая закладка questions и вы можете задать вопросик или в чате написать и я тогда отвечу на ваш вопрос так пока вопросов я не вижу значит поехали дальше значит до этого момента все понятно пока далее у нас есть уже готовый список то есть мы подготовили список теперь следующий шаг это отправка отправка презентации то есть звонок и отправка презентации как позвонить перед презентацией то есть вот у нас потенциальный клиент нажимаем на потенциального нашего клиента загружается окошко и нажимаем на кнопочку отправить презентацию на зелененькую кнопочку справа находится отправить презентацию и здесь появляется новое окошко и здесь есть кнопочка тексты разговора здесь уже готовы шаблоны есть для звонков то есть мы прежде чем отправить презентацию мы предупреждаем человека что мы ему позвоним то есть мы ему отправим мы ему звоним и мы ему отправим презентацию чтобы это не выглядело как спам и здесь есть образцы звонков то есть уже готовые а плен уже позаботились и сделали два образца звонков образец 1 образец 2 вот то есть там то что вы начали бизнес и просите посмотреть обратную связь получить вот если вам не нравятся эти образцы звонков мы вы можете ее исправить нажав на кнопочку справа внизу желтенькая такой карандашик нажать и исправить то есть от себя сделать свой шаблон свой свой образе звонка то есть вы можете изменять удалять менять все что хотите делать то есть перед отправкой презентации мы обязательно звоним человеку и предупреждаем что мы ему позвоним чтобы он был готов что мы ему отправим имел знаком с этим имелом посмотрел видео и обязательно чтобы все посмотрел и вы договорите сразу же договорились что через не двух дней вы ему перезвонить и желательно конечно не прежде чем два дня перезванивать иначе человек забудет об этом и так текст разговора мы разобрались или самый имел то есть мы позвонили предупредили а где же сама презентация а перед отправкой презентации желательно ознакомиться самой презентации то есть здесь пока одна презентация единственное вы можете нажать на вот этот глазик и просмотреть саму презентацию чтобы быть в курсе что вы отправляете потенциальным инвестором рассмотрите перед тем как отправлять это пять минут занимают 2 обязательно нужно быть в курсе теперь отправка презентации шаблоны и мейлы есть несколько шаблонов шаблон кое-что интересное то есть это уже готовая со созданная готовы осознанный шаблон с с именем человека когда вы заполняли контакт выбивали здесь автоматически поставляется его имя то есть вам не надо создавать каждый раз письмо копировать здесь уже готовый шаблон уже с присоединенной ссылкой и мы просто выбираем тема которая больше всего нам нравится обещанное видео идея то есть вы сами сможете выбрать какое письмо вы хотите отправить которые вам больше подходит или изменить это письмо и и записать и и тогда она отобразится как последняя отправленная презентация далее у нас готова для отправки и мил готов теперь мы нажимаем отправить презентацию то есть у нас готова презентация и мы нажимаем на кнопку отправить презентацию если мы отправляем по имела то есть у нас внесенный мил мы планируем чтобы по имел этим отправлять людям если же мы отправить хотим в социальные сети например фейсбук или вконтакте или какие-то еще другие социальные сети то важно перед этим нажать на кнопочку копировать ссылку то есть сгенерировать эту персональную ссылку это очень важно потому что для каждого человека для каждого потенциального клиента генерируется отдельная ссылка эта ссылка для того генерируется отдельно для того чтобы можно было рассматривать то есть он чтобы у нас был обзор что при что делает человек то есть вы можете это видеть дальше я вам покажу то есть мы нажимаем копировать ссылку и ссылку копируется написала что ссылка успешно копируется и теперь мы заходим уже в наши социальные сети и кнопочками control в или нажимаем на кнопкой правой кнопкой мыши вставить то есть отправляем эту ссылку и тогда человек получает получает напрямую не поймела и что тогда мы можем видеть то есть мы отправили имел или мы отправили по социальной сети мы видим мы нажимаем на этого человека еще раз и мы можем видеть его активность то есть мы видим время когда мы отправили и видим что в презентацию отправлено то есть мы отправили презентацию следующие мы видим что имел открыт и вот здесь следует обратить внимание что если мы отправляем а социальные сети то нам пишет что имел сразу открыт через социальные сети сразу что имел открыт если мы через имел отправляем а тогда пишет только тогда когда имел будет реально человеком открыт и далее мы можем видеть активность пользователя это презентация насколько просмотрено процентов от 0 до 100 то есть насколько процентов посмотрел то есть вы видите после отправления презентации видите реально посмотрел ли человек и стоит ему сейчас сразу звонить если он посмотрел то вы тоже получаете извещение на имел и видите тоже кабинете что презентация просмотрена и далее вы видите открыт центр ответов то есть человек интересовался у него были какие-то вопросы и можно звонить этому человеку то есть у него какие-то возникли какие-то вопросы так я вижу что у кого-то вопрос возник сейчас секундочку а запись этих вебинаров я да да есть есть запись этих вебинаров это в имео находится и я чуть попозже эту ссылочку скину есть есть записи там по моему там все записи ведутся и они архивируются то есть все записи есть да спасибо за вопрос далее пойдем а мы видим активность и видим что человек делает то есть мы получаем полный обзор что происходит с человеком и когда мы звоним повторно обзваниваем то есть мы уже знаем о чем нам говорить а далее мы сможем в левой стороне мы сможем определять была ли встреча то есть ставить так называемые метки или лейблы что уже мы сделали что на какой стадии человек наш клиент были ли отправлены материалы были ли повторная встреча и каунт пакет и приглашение на семинар то есть мы отмечаем себя чтобы знать видите помнить что у нас происходит с данным человеком с данным клиентом которым мы уже отправили презентацию и например если мы не отправляли еще презентации то есть у нас в простые лейблы мы можем отправить что мы можем нажать на лай был и поставить что пока еще небо что видите просто что пока еще никаких действий не было совершено то есть мы можем нажать что материалы после того как мы уже отправили презентации То есть удобно видно то, что мы… вот здесь сделан аккаунт, например, здесь произошла встреча, здесь были отосланы материалы и была встреча совершена. То есть мы можем видеть все наши действия с клиентом, которые происходят, то есть это CRM-система или так называемая Client Relationship Management, система управления менеджментом с клиентами. Так, до этого момента все ли понятно? Задайте вопрос. Может быть что-то не ясно, что-то непонятно. Я еще раз повторю. Те, кто еще не использовали триал период, есть возможность, есть такая возможность использовать этот триал период. Там этот триал период длится 30 дней, и вы можете полностью пользоваться кабинетом в течение 30 дней. Те, кто уже воспользовался, только возможность купить и больше ничего. Дальше. До этого момента скажите, вопросы есть? Пока не вижу вопросов. Был только вопрос записи. Да, записи, да. Еще раз повторюсь, да, записи каждый раз ведутся и каждый раз выкладываются на канале. На канале потом я дам ссылочку, где вы сможете просматривать, если вы вдруг не успеете или что-то забудете. Также вы можете задавать вопросы. То есть я по четвергам буду вести, объяснять, рассказывать, как пользоваться Аплайдом. И каждый четверг в 8 вечера по Москве вы можете прийти, задать вопрос и получить ответ. А далее у Аплайна будут добавляться новые инструменты, которые тоже буду объяснять, рассказывать и показывать. Что здесь еще важно в этом инструменте, это дубликация. То есть дубликация – это обучение ниже стоящей линии, как пользоваться этим инструментом. То есть первое – это вы умеете сами этим пользоваться. Второе – это вы обучаете или отправляете на обучение, как пользоваться этим инструментом ниже стоящей линии. То есть вы дублицируете себя. И когда человек уже умеет пользоваться данным инструментом или сетевым маркетингом, или еще чем-либо, то есть это дубликация, то есть когда человек уже умеет этим пользоваться, вы уже, так называется, вы дублицировали себя, то есть вы размножили себя. Так, пока вопросов пишут, пока вопросов нету, Александр. Хорошо, это хорошо, что вроде пока понятно, как попробуете. Я думаю, у вас могут вопросы возникнуть. Обязательно должны вопросы возникнуть. То есть площадка простая. Пользоваться несложно. Важно начать разбираться. То есть как и площадка Skyway Capital тоже кажется сначала сложной, но когда начнете разбираться, она простая. Вот, я существую, я здесь веду вебинар каждый четверг и буду объяснять, если что-то не будет получаться, я буду здесь, я буду обучать каждый четверг, то есть объяснять, каждый раз, каждый раз разжевывать, объяснять, отвечать на вопросы. Если что-то будет не получается, смело спрашивайте, что-то не получается или может быть какие-то проблемы возникли, что-то не работает, то есть можете сразу обращаться и задавать вопрос смело. Так, почему в центре ответов стоит чужая реферальная ссылка, не моя? Такой вопрос уже был. А если я задавал этот вопрос, а если вы отправляли не со своего кабинета или, например, ссылку не генерировали, то есть можно один раз только на одного человека, то есть персонализированно генерировать ссылку или отправлять имейл, то тогда в центре ответов будет не ваша ссылка, то есть вы должны персонализированно, персонализированно и только один раз одному человеку отправлять, например, у вас есть там два-три контакта, вы должны для каждого контакта, если вы, например, отправляете через Facebook, персонально сгенерировать ссылку. Вот это презентация, то есть отправка презентации персонально. Если вдруг происходит так, что ссылка не ваша реферальная, то следует обратиться, потому что могут быть ошибки. И я говорил об этом, в оплайне это исправляют, они напишут, обязательно сделают так называемое предупреждение, что ссылка регистрируется под таким-то человеком или под такой-то реферальной ссылкой. Обязательно важно проверять, потому что бывают ошибки, это компьютер, это IT-технологии, ошибки здесь бывают. Обязательно проверяйте, конечно. И, Татьяна, да, сделайте еще, пожалуйста, скрин обязательно, чтобы можно было тоже отправить, и чтобы это исправили, обязательно. Я уже задавал этот вопрос и этим занимаются. Так, есть ли еще вопросы? Может, у кого-то... Так. Ага, скрин вы масло отправляла. Да, 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 это значит, вашим вопросом мы занимались, да. Я скрин видел это, да. Если вы масло его отправляли, да, этот скрин я уже отправил, да, отлайну. Так что вашим вопросом занимаются. До сих пор вопрос не решен. Занимаются, занимаются. Масло переправлял все, и я отправлял. Так что все в порядке. А, Татьяна, может быть, как долго будут делать? Вот этого я не могу сказать. Это я не могу ответить. Я узнаю. Спасибо, что задаете активно вопросы. Это я узнаю. Так. Больше пока вопросов нет. Может, еще, Татьяна, какие-то вопросы есть? Так. Это единственный... Это единственный транспорт использования ресурса. Да, я понял вас. Я понял, я вас услышал, да. Обязательно проверят. И мне сказали, что еще будут специально сделать сообщение, так называемое, что регистрация происходит лично под вами, или если регистрация не под каким человеком, то пишется большими буквами сообщение, что будьте внимательны, то есть проверьте обязательно под кем человеком регистрируется. Я обязательно, когда регистрирую людей, я смотрю, проверяю ссылку несколько раз, чтобы быть уверенным. Потому что у меня были даже в самом Skyway Capital такие вопросы, что я регистрировал людей, и они под Skyway Capital уходили. То есть даже не через оплайн я регистрировал, а через Skyway Capital, и уходили. Да, бывают ошибки, да, конечно. И это обязательно нужно смотреть, быть внимательным. Но не переживайте, потому что всегда можно обратиться в техподдержку, и это исправят. У меня несколько раз было, и исправляли. Достаточно быстро исправляли. Так что не переживайте. Так. А есть ли еще какие-то вопросы? Я бы еще хотел, наверное, добавить в такой момент, буквально так, пару слов, пару предложений. Это скорость. То есть если вернуться к воронке продаж, к статистике, помните, что у нас есть 200 контактов, это в среднем у людей, и только новички обрабатывают всего 90, 90% новичков обрабатывают всего 15-20 контактов. И остальные, ну, 180, 185, там, у кого-то 150 клиентов, то есть это потенциальные клиенты, да, остаются необработаны. Вот. И эти необработанные клиенты даже не знают, что существует такой проект. То есть мы сами, получается, решаем за них, что стоит ли им знать об этом проекте или нет. И, как выяснилось, зря мы это делаем. Это, да, это все совершают сетевики, все продавцы совершают такую ошибку, решая за людей, стоит ли ему обращаться, стоит ли отправлять эту ссылку, а стоит ли рассказывать о проекте. Я говорю, что стоит. То есть опытные сетевики, которые добились больших успехов, они вам точно скажут, что прорабатывать весь список необходимо. То есть бывает такое, что тот контакт, которым вы как раз долго не отправляли и долго не говорили о проекте, о предложении, он оказывается очень активным, пробивным, и вы даже не ожидаете, что какой результат может получиться. То есть вот основная такая ошибка новичков. 90% новичков так и делают. А поскольку в нашем проекте Skyway Capital очень мало времени осталось до конца смены этапа, 11 апреля меняется, и второе, это очень мало времени осталось до входа в корневую компанию, то есть все больше напряжения возникает, чтобы успеть всем рассказать. То есть всем, всем, всем. То потребность во планировании будет больше и больше и больше. То есть вы ничего не теряете, вы отправляете. Самое важное, что вы делаете, это вы с себя снимаете ответственность, что вы рассказали, что вы поделились проектом, вы отправили и вы складываетесь ответственность, что вы поделились, что вы не жадны, то есть вы заработали и не поделились этим. Да, мне были претензии от моих друзей, что почему я раньше не рассказал об этом проекте. Вот у меня были такие претензии. Чтобы не было такого, я говорю, это моя обязанность с вами поделиться. Дальше вы решаете сами. Есть возможность инвестировать. И Аплайн помогает быстро это сделать и профессионально. То есть новички не всегда умеют профессионально рассказать. И в Skyway Capital сейчас всего больше требований будет к профессионализму презентации. Поэтому презентация Аплайн сделана профессионально. Она прошла аттестацию. То есть ее проверили. Поэтому смело отправляйте. и делитесь данной информацией. Ключевое здесь слово делитесь. Не впаривайте, делитесь. Я буду завершать сегодняшний вебинар. Если вдруг у кого-то есть вопросы, пишите. Есть возможность сейчас написать. Обязательно задавайте. Смело задавайте вопросы. Потому что чем больше вы задаете и спрашиваете, тем больше информации для вас вы получите. То есть более обширную информацию вы получите. На этом у меня все. Раз вопросов нет, на этом у меня тогда все. Спасибо большое за внимание. В следующий четверг, в это же время, 20.00 по Москве, я буду вести. Отправляйте в вашу нижнюю линию. Приходите сами. Если вдруг что-то не ясно, спрашивайте вопросы, задавайте вопросы. Пробуйте. Пробуйте пользоваться. Ищите. Тестируйте. И смотрите, что у вас работает, что не работает. Будем решать. Будем решать. И будем вместе с вами прорабатывать ваши списки вместе. Всего хорошего. До свидания. Успехов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok